В преддверии Нового года деятели культуры и искусства Карелии получили заслуженные награды. Торжественная церемония вручения почетных званий и стипендий состоялась в Национальном музее Республики. В этом году 8 человек получили стипендии правительства Карелии, стипендианты, представители союзов композиторов, писателей, журналистов, театральных деятелей, кинематографистов, дизайнеров, педагогов, художников и архитекторов. Премию имени Ирины Федосовой получила мультипликационная студия «Домик света» из поселка Эссела. Наградили и отличившихся студентов Петрозаводского госуниверситета. Так, стипендию имени Яка Ругаева получила Полина Синицкая, а стипендию имени Роберта Рождественского – Илья Вересов. Я только, наверное, в этом и в предыдущем году стал более-менее серьезно свои стихи презентовать, потому что до этого опыта не хватало очень сильно. Я сейчас несколько публикаций сделал в сети. Как-то появилась, наверное, уверенность в силах в эти годы, в своих силах. Вот, и, собственно, попробовал подать документы и получилось. Завершающим моментом церемонии стало присвоение почетных званий. Так, главный режиссер Национального театра Карелии Андрей Дижонов удостоился звания заслуженного деятеля искусств Карелии. Ну, для меня очень важно, почему? Потому что она именно в республике Карелия. Они просто заслуженные деятели искусств. И все. А именно Карелия. Потому что именно здесь я его и заработал. Ну, в одном каком-то, ты в других театрах работал, в Петербурге, в трех. Но, думаю, что вот честно заработанное звание было здесь. Кроме этого, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства обороны за участие в выставочном проекте ведомство вручили сотрудникам Национального архива Карелии.